Сегодня в городе Коши проживает около 65 тысяч человек. Это один из самых динамично развивающихся городов областного значения. При этом ежегодный рост населения накладывает значительную нагрузку на социальную инфраструктуру. Соответственно, правительством и региональными властями принимаются системные меры по улучшению качества жизни горожан. В Коши функционируют три школы, рассчитанные на 3700 учащихся, однако сегодня в них обучается около 7 тысяч школьников. Не хватает более трех тысяч мест. В настоящее время идет строительство еще трех дополнительных школ для ликвидации трехсменного обучения. 1 сентября одна из них будет введена в эксплуатацию. Это позволит снизить дефицит ученических мест на 77%. Это визуализация зоны отдыха, ожидания, спортивные. Все кабинеты будут полностью оснащены специально. Ну, условно, кабинет химии, оно будет всеми инвентарем именно химии. Глава государства поручил создать комфортные условия в учебных заведениях. В рамках реализации поручения правительством решаются вопросы перехода на двухсменный формат обучения в школах с трехсменным обучением. До конца года в городе Коши вопрос будет решен. Заместитель премьер-министра поручил ускорить строительство еще одной школы на 1200 мест. Ее планируется запустить и до конца года. Эта школа позволит снизить нагрузку на основную школу в микрорайоне Лесная Поляна, рассчитанную на 2400 учащихся. В настоящее время в образовательном учреждении обучаются около 5000 детей. Глава региона сообщил вице-премьеру, что в следующем году будут запущены еще две школы, одна из которых строится за счет частных инвестиций. Мы сегодня покажем четыре школы. Школу, которую мы сдаем на 1 сентября, она у нас готова. По поручению главы государства, чтобы найти оперативное решение вопросов, мы очень оперативно с бизнесом договорились, что школу Дара открыли на 600 мест. В прошлом году открыли, она сняла определенную нагрузку в ученических местах. Вице-премьер сообщил, что проблема аварийных и трехсменных школ в стране будет полностью решена к 2025 году. Также отмечено, что строящиеся школы выполняют важнейшую социально-образовательную функцию по решению проблемы дефицита мест. В зависимости от количества детей, в каждую школу по всему Казахстану будет один стандарт. Раньше это было большой проблемой, в то время как ПСД в разных областях себя ведет по-разному. Все это, с одной стороны, должно привести к экономии средств. Однако, большая проблема – время уходит на строительство школ. Почему-то все это занимает много времени. Поэтому мы создадим один стандарт по всему Казахстану и отправим в регионы в качестве обязательства. Кроме того, Ярлы Тухжанов посетил первую в истории города современную городскую поликлинику на 100 посещений. Медучреждение будет введено в эксплуатацию в текущем году. Поликлиника оснащена современным медицинским и лабораторным оборудованием и укомплектованным медперсоналом. Мы назвали ее городская поликлиника номер один. Почему городская поликлиника номер один? Потому что даже запуск этой поликлиники, к сожалению, не решает все потребности медицинского обслуживания данного региона. Порядка полтора миллиарда было для их строительства вместе со строительством, вместе с медицинским оборудованием. 221 наименование медицинского лабораторного оборудования сейчас поставляется. Сейчас порядка 18 наименований еще осталось запоставить. И 42 единицы медицинской техники. Я представляю вам цифровой ремиологический комплекс МСМ-525 для проведения широкого диапазона исследований с высоким уровнем визуальности. К тому же вице-премьер ознакомился с системой мониторинга безопасности и охраны правопорядка в новом здании отдела полиции. Новый полицейский корпус оснащен всем необходимым оборудованием, в том числе мониторами контроля. Охват по видеокамерами какой? Сейчас на сегодняшний день 128 камер. Планируем еще порядка 60. Это какой процент охвата? Половину города примерно на сегодня. Половину города, так точно. Въезды? Мы все въезды, которые есть, мы закрыли, потом основные большие переклестки закрыли, потом частные секты, но там немножко не хватает, город растет очень быстро. Поэтому вот там, где сейчас асфальт стилит, туда мы сразу уже запланировали. Это по учению президента по безопасности обеспечения. По итогам визита Ярылы Тухжанов поручила Кемату Акмолинской области совместно с Управлениями образования и здравоохранения завершить комплектацию школ и поликлиники педагогическим и медицинским персоналам, также обеспечить полное оснащение объектов образования и здравоохранения необходимым оборудованием. Айгерим Бегеновым, Сундук, Новорозбаевым и Детка Иркенов, Жамбал Болтаев, Кукщак, Парад.